Ежегодно в преддверии знаменательного праздника, Дня Победы, ветеранам Великой Отечественной войны уделяется особое внимание. Они получают дополнительные праздничные выплаты, продуктовые наборы. В канун 9 мая глава Ленинского района Сергей Кошман лично поздравил некоторых участников войны с приближающимся праздником. Военная карьера Маргариты Николаевны началась в 43-м, когда после окончания 1-го Московского медицинского института Агатова попала на службу в военный госпиталь на Орловско-Курской дуге. Пройдя фронтовыми дорогами, победу Маргарита Николаевна встретила в Ландсберге. Я дежурила, и во время дежурства ночью вдруг поднялась страшная стрельба в госпитале, шум и крик. А в Польше было неспокойно, вы знаете. Я бегу в палату, потому что я писала истории болезни, бегу в палату, в чем дело выяснить. А мне кричат, товарищ, старший лейтенант, война кончилась. Это было ночью, прямо вот в среди ночи. Лично визит главы района, вручение подарков, теплые слова растрогали Маргариту Агатову. Спасибо вам большое за внимание, за работу, за чуткость. Спасибо. Спасибо. Семейная чета Гавриловых, проживающая в горках Ленинских, вместе уже 68 лет. Владимир Семенович, участник войны, награжден многими медалями, в том числе за победу над Германией. Его супруга Мария Митрофановна, начав трудиться в 41-м году, и сегодня участвует в общественной жизни поселка, являясь членом Совета ветеранов. Такую же активную жизнь ведет Илья Евдокимович Савельев, председатель Совета ветеранов сельского поселения Развилковская. Друзья доверяют, приходится так. Ну, доверили. Надо оправдывать доверие. В годы Великой Отечественной войны Савельев служил в войсках МВД. Среди медалей на груди ветерана – боевые ордена, трудовые награды. Сегодня Илья Евдокимович не только руководит Советом ветеранов, но и проводит в поселковой школе уроки воспитания. Мы сегодня побывали в гостях у наших ветеранов-участников Великой Отечественной войны. Слава Богу, что они живы, что они вместе с нами, что они, надо сказать, бодры душой. И, конечно, это радует. Конечно, мы обязаны, поскольку мы в долгу неоплатным перед старшим поколением за наше настоящее. И то малое, что мы можем сделать, мы делали и, безусловно, будем делать. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.